Меня интересуют вопросы ЛИТЭКСа, потому что там непонятная ситуация сложилась, там какие-то угрозы поступают в адрес всех служб, что-то от кого-то там угрожает кому-то. Доложите обстановку. В качестве секретаря специализированной комиссии, назначенной вашим распоряжением ЛИТЭКСу, проанализируем исполнение решения Совета 12-42-2 октября, где Муниципальный Совет дает вам указания по исполнению ряда функций, могу доложить следующее. Первым пунктом, который вам было дано поручение, обеспечить передачу объекта муниципальной собственности незаконно на протяжении 5 лет занимания частного ЛИТЭКС и незаконного владения коммерческой структурой собственной премарии Мунициплии Белл. По состоянию на сегодняшний день произведена частичная, будем так говорить, передача 300 квадратных метров, которые не использовались и не используются в технологическом процессе данным ЛИТЭКС при Мунициплии Белл. Передача осуществлена без подписания акта приема передачи комиссионно. Передача осуществлена условно. Несмотря на то, что комиссия при Мунициплии был обеспечен сбор всего хлама и мусора частного ЛИТЭКС, разбросанного по всем двум этажам на первом этаже, и был установлен наш замок. В течение полутора месяцев этот замок дважды сбивался. Было установлено незаконное проникновение должностных лиц, либо других лиц частного ЛИТЭКС на территорию публичной собственности. Примария Мунициплии Белл. О чем было подготовлено заявление комиссариат полиции. Параллельно с нашим заявлением по факту незаконного проникновения в помещение публичной собственности, со стороны частного лица ЛИТЭКС было подготовлено аналогичное письмо комиссариат полиции по факту рейдерского захвата ее помещений в примарии Мунициплии Белл. К комиссариатам полиции по состоянию на сегодня проведено первичное расследование, подготовлен пакет документов, где рассмотрены две жалобы аналогичного содержания, и материалы переданы в следственные отделы комиссариата полиции для приобщения к материалам уголовного дела, возбужденным уже следственным отделом в отношении госпожи Калистова. Материалы были закончены, с телефонного разговора со следователем на вчерашний день было установлено, что пакет материалов первен в прокуратуру для прокурорского надзора, пока результата в ответа прокуратуры нет. По первому вопросу. По второму вопросу. Обеспечить погашение дебюторской задолженности. Следует отметить, что дебюторская задолженность по состоянию на 1 ноября 2018 года по-прежнему высока, составляет 1 миллион 43 тысячи 500 леев, в том числе задолженность по коммунальным платежам, в частности по теплоэнергии, 121 тысяча 800 долларов. По третьему. Обеспечить погашение материального ущерба, который был причинен под незаконное эксплуатирование помещений площадью 300 квадратных метров, в результате чего данное помещение, так сказать, нанимателем было разрушено. Материально было подготовлено письмо в антикоррупцию, но и по состоянию на сегодня, судя по тому, что начальник первоуправления уже был приглашен на допрос позавчера, а мы с господином властником приглашаемся на допрос на следующей неделе, я так понимаю, что какие-то следственные действия идут. Хотя из разговора исследователям антикоррупции следует, что у них на рассмотрении есть аналогичное письмо от госпожи Калистру по поводу притеснений и ограничений ее производственной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, и в антикоррупции тоже встретились два аналогичного рода, так сказать, претензии друг к другу. Что касается четвертого пункта, в отношении неподключения данного учебного заведения, условно говоря, теплоэнергии, этот пункт исполнил по исполнению распоряжения Совета муниципи Эбуроц. В этом контексте садик не подключен тепло, исходя из условий, которые созданы, дебюторско-задолженных более 1 миллиона, расторжение контракта, незаконное нахождение в данном учебном заведении, данного учреждения. В этом контексте во все органы следствия, дознания, на РЭ, процентральные органы публичной власти, примарию и термогаз поступили жалобы на депикаре госпожи Калистру, опять-таки на репрессии со стороны примарии в отношении осуществления ее частной преподавательской деятельности. Последнее письмо, которое поступило в наш адрес, это было буквально вчерашнее письмо, это было письмо на РЭ, которые, не разобравшись ситуации, сделают ссылку на две законодательные нормы, на постановление правительства 713 и на закон 92-й теплоэнергии, где просят примарию подключить данное учреждение к теплоэнергию. Изучив ссылки на законодательную норму, которая проводится за подписью Дудора Капача, директора генерала НРФ, я могу сказать, что ни одна из статей, которая не ссылается, не касается взаимных отношений примариевной цепи области и частного лица Элитекс. Ссылка на 712-е постановление правительства, часть 1-й, говорит, что органы местного публичного управления обязаны обеспечить функциональность образовательных учреждений, находящихся у них в подчинении. Констатирую, что сейчас милиция Элитекс не находится в подчинении муниципе Белц, не исполняет требования муниципе Белц, не подчиняется общеобразовательным программам, они находятся в подчинении Министерства образования, исследований и культуры, так они называются. И сегодня, если необходимо, кому-то принимать меня, как данному Министерству. И вот сегодня возникает вопрос. С 2016 по 2018 год многократные письменные и устные обращения по данному вопросу Министерства просвещения не увенчались даже банальными ответами. В этом контексте месяц назад было подготовлено письмо по исполнению рекомендации советника муниципального господинного сада премьер-министру Филиппу по ситуации с учебно-воспитательным процессом в данном учебном заведении и рекомендации поручить все-таки уже на уровне премьер-министра, министру просвещения произвести проверку в данном учебном заведении. В течение месяца, по моей информации, никаких ответов ни от Министерства, ни на правительство не поступало. Констатация на РЭМ, ссылка на РЭМ, на следующие законодательные нормы на их полномочия, которые ссылаются на закон о термоэнергии на фонд О, говорит о том, что они могут разрешать в несудебном порядке спору между потребителями и теплоэнергетическими единицами, связанной с заключением договора к подключению к теплоэнергии. Хотелось бы сказать господину Кабачу и автору этого проекта, что потребителем в данной ситуации не является частный лицей или ТЭКС, и он не связан с термоэнергетическими единицами никакими эротическими отношениями. Потребителем в этом контексте является Примария Министерства и ТЭКС, и у нас нет никаких взаимных претензий по несудебным спорам, потому что по данным благоуторских регистров у нас не зарегистрированы кредиторские задолженности перед поставкой тепла в учебные для школьных и школьных учреждений. Поэтому ссылка на те законодательные нормы нам не мотивирована, и я полагаю, что ответ, который не просит обе 29 апреля 2018 года, он очевиден. Потому что если, допустим, должностное лицо, Примар, в качестве распорядителя кредита, сможет исполнить, либо захочет исполнить данные рекомендации о подключении, то тогда автоматически мы попадаем под действие уже совершенно других статей о правонарушении, которые и закона, нарушаем закон 397, которая часть первой статьи 8 данного закона категорически запрещает финансирование средствами местного бюджета небюджетных расходов. А за нецелевое использование средств местного бюджета есть в кодексе стадии А4 и А5-4, который говорит, использование не по назначению, либо отключением бюджетных средств, влечет в наложение штрафа на должностных лиц в размере от 114 до 300 условных единиц, что в натуральном эквиваленте равняется от 5700 до 15000 лет за каждый случай. Поэтому я думаю, что ситуация сейчас на лице Амилитек только вначале, несмотря на то, что она имеет уже 10-летнюю историю. И поэтому сегодня действия прямой действия, с моей точки зрения, должны основываться исключительно на законодательной норме, несмотря на то, что кто кому угрожает, какие следственные действия нам предстоят прийти. Я понял, у вас выучит. Нарейка, да, прислала, прислала? Вчера я получила. Ну, я вчера получила. Значит, Людов, поручить, первое, секретарю специализированной комиссии, Татка, Чарьеву Михайловну, и начальнику юридического управления, Волан Виталий Михайлович, подготовить ответ с сроку 29 ноября. Ответ на их письмо. Ответ на их письмо, подготовить ответ. Это первое. Второе. Значит, поручить Савелу Игипову провести личные переговоры с министром образования, культуры и исследований БАБУ. По факту законности, функционированной и эффективности деятельности частного лица или ТЭСКО, расположенного на территории города Бельса. И согласовать дату проверки данного лица. Потому что мы год назад проверяли, да, там никого не было. Теперь пускай приедут министры или ее секретари и проверят вместе. Но дату согласовать. Второе. Значит, запретить директору термогаза МНТА подключение данного учреждения к тепловой энергии. Без согласования с приморением. Светиана Анатольевна, вам понятно? Согласовывать любой вопрос вы будете с нами. Власенко передаете еженедельно. Он контролирует, что происходит в частном лице или ТЭСКО. То есть ситуация с поставкой тепловой энергии. Что-то не получилось так, что мы ведем переписку, ведем переговоры. А по секрету, кто-то дает туда тепло. Понятно, да? Это все, я так понимаю, частный бизнес. За это все, по моим сведениям, платится 2000 лея с ребенка. И кто-то обогащается, а муниципи от этого страдают. Понятно, да? По переговорам понятно? Да. Созвонитесь, встретьтесь и обговорите полностью ситуацию. Потому что это уже неприемлемо. Если вы говорите десятилетие, десятилетие, какие-то рейдеры захватывают здание, но это, по крайней мере, это мягко сказано, это неправильно. Так, по большому счету, это преступление. И то образование, которое дают в этом элитексе, вы были со мной и видели. Вы были тогда со мной, да? Не были? Вы были, Татьяна Анатольевна, вы были со мной. Когда зимняя сессия, родители меня поймут, у кого ученики учились в 12 классах, что мой сын на тот момент, выпускник 12 класса, давно закончил зимнюю сессию, мы пришли какого числа? И там мальчик сидит бедный, переписывает всю зимнюю сессию, хотя он должен решать ее в кабинетах, в лицее под присмотром преподавателей, потому что это готовится потом бакалавр, чтобы он себя комфортно чувствовал под камерами. И тут мальчик сидит, выпускник, будем так говорить, этого лицея, переписывает с тетрадки, не преподавателей, один ученик в аудитории, какие-то карты исторические или еще что-то там было, не помню я и что. Но это куда это годится? Мы кого обманываем? Татьяна Анатольевна, кого они обманывают? Себя? Мне просто жаль этих родителей, которых ученики там обучались, потому что этот ученик дальше идет в высшеучебное заведение, и он только там будет страдать от того, что вот эти горе преподаватели дали ему такие знания. Понимаете? Вы что-то хотели сказать? Да, я хотела сказать, что в основном деятельность лицея РИТЭК сегодня основывается на деятельности детского сада, в котором по последним данным, которые они давали 35 детей, хотя на последний визит у нашего специальниста, курирующего дошкольного образования, это было 17 детей, на тот день две группы. Согласно тем статистическим данным, которые нам предоставил лицея РИТЭК, у них на сегодня три ученика, один в 12 классе, два в 9 классе. Педные дети. Насчет того, что входит в детский сад, значит, встретьтесь, пожалуйста, с родителем. Предложите наши лучшие сады, у нас сады, я обошел все наши сады, у нас, поверьте, есть сады, в Москве нет таких садов, которые есть в Бельце. Я говорю, это не то, что я где-то лукавил. Да, сегодня там Москва пошла по тому образу, что все сады, все школы должны быть все на одном уровне. Но у нас есть, поверьте, да, есть сады, которые в худшем состоянии, но я имею в состоянии не то, что там обучение неправильное, там везде есть тепло, там везде уютно, там везде занимается забота о детях, это, чтобы никто потом не утрировал мои слова. Но есть сады, которые, поэтому вы должны встретиться, предложить, и я думаю... Если можно, Николай Петрович, так как родители данного учреждения обращались к премьер-министру по поводу отключения отопления в данном саду, они говорили о том, что по репрессии попадают их дети, обращались к премьер-министру, чтобы этот вопрос был решен с местным публичным управлением. Там был контактный телефон, мы связались по этому контактному телефону, это был контактный телефон не родителя, там были подписи 17 родителей, мы думали, что будем говорить с родителями, но это был психолог. Однако она также является родителем одного из детей, который посещает это учебное учреждение, мы предложили ей выбрать для родителей удобное время, чтобы в четверг или пятницу на этой неделе, потому что письмо к нам попало во вторник. Мы договорились о встрече с представителями, я, специалист управления образованием, все родители, чтобы мы могли объяснить ситуацию, которую создавая данное учебное учреждение, объяснить им, почему происходит данная ситуация с обучением отопления, предложить им возможности альтернативы в других детских садах, которые могли бы посещать их детям на территории нашей политики, которые бы подошли этим родителям. Они, со слов психолога, который я не перезвонила, который мы вчера опять набрали, отказались от встречи с нами, сказали, что мы их заставляем переходить в другие учебные учреждения. Поэтому я вчера говорила опять со специалистом из Министерства просвещения, куратором у меня теперь, госпожа Леопиченко, довела до ее сведения вот эти несостоявшиеся разговоры и сказала, что на следующей неделе мы планируем встретиться все-таки еще раз с этими родителями, то есть придем, попытаемся их увидеть. Почему они хотят с вами встречаться? Ну это кто-то изнутри там запрещает это к себе будет. Скажите, а вы пробовали беседовать в том плане, что скажите, да, возможно поставка тепловой энергии? Давайте мы поставим счетчики, платите по счетчикам. Сколько мы понимаем, они сегодня используют электрообогревы, потому что мы повысились очень по касации употребления электричества за последний месяц. Которые тоже платят в местный бюджет. Поэтому здесь необходимо усилить контроль за расчетами от предприятий по электроэнергии, чтобы завтра не пришлось за неприторство отключать их от электроэнергии. Значит, если судить по тому эфиру, который давала госпожа Калинистру, искажая ситуацию на телевидении НО, на комментированную ситуацию, то посыл при Марии сводится к тому, что нам не хватает ее, грубо говоря, 17 детей. И поэтому мы пытаемся их забрать, потому что о школе речь не идет. Один ученик из трех, который был зарегистрирован на 1 сентября, уже уволился, и сегодня там уже два ученика. Один в 12 классе, один в 9. Так вот мы претендуем на эти два ученика. Понимаете? И поэтому, если массовая информация подает искаженную информацию госпожи Калинистру, не договаривая истинные судьи, и получается, что при Марии для счастья не хватает 17 детей. С учетом того, что у нас переполнены сады и очереди, извините меня, с рождения занимаются. Значит, приедут на следующей неделе представители? Нет, мы пойдем. Вы бы нет, вы бы сказали, что приедут представители министерства образования. Нет, я должна сообщить министерству посвящения о результатах визита этого учреждения в очередной раз. Мы планировали в насилье, но сегодня аппаратный, поэтому я сказал, что на следующей неделе комиссион опять идем в это учреждение, пытаемся увидеть, то есть там будет контакт с родителями. Хорошо. Так придите туда, когда детей забирают. Дети. Они же просто почему-то, я не знаю, они прячутся, когда мы были, они там двери закрывали, чуть ли не на этот самый, на шлабр. Я объясняю, что, как правило, когда приходишь в это учебное учреждение, кроме сторожа, уборщицы или работника пищеблока, в лучшем случае секретарь или несколько раз замдиректора, это из всех визитов наших, больше там никого не оказалось. Какая общая задолженность? 1 миллион 49 тысяч 500 тысяч. 1 миллион 49 тысяч 500. 1 миллион 49 тысяч 500. Или по коммунальным платежам 124 тысячи 100 по состоянию первого монтажа. Да. Поручения мои понятны? Да. Все. Продолжение следует...